Тран-магазин SK KS UA представляем телефон, который называется DeBeef F7. Что это за телефон? Это маленький телефончик, маленького размера, имеющий функции защищенности. Конкурент для Melrose S10, есть такая модель. Данный телефон, сразу скажу, не является водонепроницаемым. В комплектацию данного телефона входит зарядное устройство с длинным пыптыком и дешевое зарядное устройство. Почему он водонепроницаем? Да потому что здесь отсутствуют заглушки. Но присутствуют две рамочки. У нас есть рамочка справа и слева, чтобы облегчить удары и падения. Внизу находится микрофон, сверху есть фонарик. Давайте посмотрим на меню. Открывается телефон вот с этой стороны с помощью ногтей, либо чего-то в виде отвертки. Да, кстати, точно так же открывается задняя крышка для подзарядки. И это даже не подзарядка, это у нас для пауэрбанка. Его можно использовать как пауэрбанк, но я не знаю, батарея здесь... Хоть китайцы написали, что 4800, но я бы не верил этому. Здесь явно 4800 нет. Хотя... Хотя батарея не такая маленькая. Но 4800 нет, но 1800 точно присутствует. Если сравнивать с 10, то здесь батарея гораздо больше. И по весу, и по размеру. Внутри два разъема под сим-карты. Один под микро, второй под стандартный разъем. И, конечно, под карту памяти. Экран 2 дюйма. Достаточно крупные цифры. Сейчас зайдем, сделаем немножко подсветку. Экрана поменьше. Если это возможно. Не вижу такой возможности. А вот, подсветка экрана сделаем поменьше, чтобы было вам виднее. То есть, в принципе, ничего не изменилось. Достаточно крупные буквы. Видно хорошо. Сразу перейдем к контактам. Посмотрим, сколько здесь у нас статус памяти на 100 контактов. Так. Имена можно создавать. Писать по-русскому. Давайте посмотрим, сколько... Русских символов. 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ну, 20 русских символов. Достаточно, в принципе, прилично. Такого аппарата. На один контакт только один номер. Дальше есть у нас сообщение. Из мультимедиа присутствует камера. Камера здесь однозначно, она никакая. 0,3 мегапикселя. Есть видеоплеер. Есть аудиоплеер. Из организаторов есть управление удаленной съемкой. То есть, по блютузу вы можете подсоединиться к камере, либо к телефону. Защита от потери. То есть, функция антипотеряя, это тоже с блютузом. Зарядка БАО. Но это у нас как раз возможность пауэрбанка. И фонарик. Фонарик не сильный на один светодиод, но он есть. Есть тахограф. Как это работает, не знаю. Рекордер. Запись звука отдельно. Блютуз дайлер. То есть, этим телефоном можно подсоединиться к другому телефону. Хорошая функция. Смартфону. И его вытаскивают вместо смартфона. Учитывая размер и батарейка, он достаточно долго должен работать. Ну что же, можно сделать выводы. Если вам нужен небольшой телефон с хорошей батарейкой, имеющий некоторые элементы защиты, то это ваш выбор. С하겠습니다. Спасибо. Спасибо.